При входе в этот музей вам выдают рвотные пакеты. Такие же можно найти в салоне самолета на случай, если укачает. Музей, как выразились его создатели отвратительной еды, приглашает своих посетителей в экзистенциальное путешествие, задача которого изучить все оттенки такого чувства, как отвращение, свойственного человеческой природе. Мы предлагаем посетителям 10 таких банок с различными запахами. Людям после них нередко становится плохо. Это вот, например, деликатес из Исландии – вяленое мясо акулы. Эмоция отвращения в первую очередь связана с обонянием, которое сигнализирует нам о том, что еда испорчена и небезопасна для потребления. Однако интересно то, что подобный запах в некоторых кухнях мира говорит об изысканности блюда. Например, знаменитые французские сыры, пахнущие плесенью. Или популярная китайская закуска, выдержанная в течение 3-4 месяцев утиные яйца с резким аммиачным запахом. Мы любим это блюдо. Белок становится желеобразным, желтов приобретает пикантный кремовый вкус. Обе текстуры вместе – очень вкусно. Яйцо прямо тает у тебя во рту. Помимо запаха, чувство отвращения может вызывать и вид пищи. Аппетит точно отобьет кассу марцу, сыр с сардинией с живыми личинками сырной мухи. Или нато – традиционная японская еда из перебродивших соевых бобов. Или привычный для Монголии напиток от похмелья из глазного яблока овцы и томатного сока. В этот музей попал и хорошо знакомый нам хумыс. А у некоторых тот факт, что он приготовлен из молока кобылы, вызывает чувство морального отвращения. Возможно ли наслаждаться едой, за которой стоят страдания живого существа? Сможете ли вы со спокойной совестью съесть балют с Филиппин? Вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом. Или выпить бокал китайского рисового вина, настоянного на новорожденных мышах. Создатели музея признаются, что его название – музей отвратительной еды – было своеобразным рекламным ходом. Безусловно, что в одной культуре неприемлемо, может считаться деликатесом в другой. Главный вопрос – если чувство отвращения прививается обществом, возможно ли на него повлиять? Если мы сможем поменять наше представление об отвращении, это откроет нам новые источники протеина. Например, мы без проблем сможем употреблять в пищу насекомых или мясо, выращенное в лаборатории. Это позволит нам оказать позитивное влияние на окружающую среду. Кроме того, сушеные сверчки и черви, снабженные приправами, по словам жителей Латинской Америки, хорошо идут под холодное пиво. Евгения Дюло, Настоящее время Америка, из Лос-Анджелеса.